В одном из интересных событий в Черноземельском, на Фоке, там растут у нас новые спортсмены, надеюсь, будет у тебя хорошая смена, но сегодня, я знаю, прошли несколько этапов, когда рассказывал сейчас, и они и сейчас продолжаются. Что у тебя сегодня? Какие планы, перспективы, что? Ну, в планах у нас, естественно, готовимся к Кубку мира, и в дальнейшем, после Кубку мира, будет уже чемпионат Европы, он выйдет в мае, а потом чемпионат России уже уедет. Какие-то промежуточные будут соревнования, на которых ты должен, так скажем, показать результат? Ну, результат, наверное, Басану Юрьевич, да, да. Ну, у нас главным этапом подготовки к Кубке мира будет Кубок мира в Тегеране. Иран, как вы знаете, является одним из самых, наверное, сильными конкурентами нашими соперниками, поэтому Кубок мира пройдет, и уже после Кубка мира, я думаю, тренерский штаб, по главе с главным тренером, сформируют команду для участия на чемпионат Европы. То есть сейчас, кто выиграл турнир подобного, еще не гарантированно, путевка на чемпионат Европы, то есть еще будут ряд и сборов, и Кубок мира будет. И после Кубка мира, я думаю, уже команда будет точно будет сформироваться. И перспективы есть, да, Басану Юрьевич? Перспективы есть, да. У нас новый цикл начался, новый год, и поэтому нам важно было зарекомендовать в новом году. В ноябре месяце Мингиан ездил на турнир Гран-при, то есть после олимпийских игр, после подготовки к олимпийским играм. То есть был большой перерыв, и в ноябре месяце мы ездили, выступали на Гран-при турнире в Баку, Мингиан занял третье место, там стал бронзовым призером. И сейчас нам нужно было, то есть новый цикл начался, и нам нужно было себя зарекомендовать на весь будущий олимпийский, весь цикл, что мы сделали. Кстати, вот в Баку Мингиан проиграл узбекскому дворцу с Узбекистана, он сейчас тоже боролся на Гран-при и подобного, но он проиграл. То есть он до Мингиана не дошел, но он проиграл одному из наших лидеров, кого Мингиан воевал в полуфинале. А кто же показал тут, конечно? Ну это промежуточный Гран-при был, поэтому мы немножко не в форме еще тогда были. Сейчас уже мы в полной боевой готовности подошли к подобному и к новому циклу. Я всегда говорил, пусть я это и повторю в лицо, ты еще молод и в человеческом плане, и в профессиональном плане. Я думаю, что у тебя еще, конечно, впереди. И работа, конечно, большая впереди, но и результаты впереди. Я не берусь судить решение Олимпийского комитета, когда это было в прошлом году, перед Бразилией. Но убежден, я думаю, что ты бы выступил не хуже. Ну ладно, это прошлое, прошлое с слагательным наклонением обычно не обсуждается. Поэтому надеюсь, что то, что вот в этом году у тебя предстоит, чемпионаты, другие какие-то турниры, вместе с Басом Владимировичем вы справитесь. Все, спасибо. Я хотел бы немного отчет сделать за следующий год, за тот, прошедший год. Пошел Олимпийский цикл, у нас было три кандидата в Олимпийскую команду. Это Ниньгиян, Санал Семеновый. У нас был кандидат в Олимпийскую команду на юношки, 2-е юношки Олимпийские игры в городе Анкин-Китай. В 2014 году Сергей Манжиев стал чемпионом России, придем в Европу, был кандидатом на Олимпийские игры. Цикл закончился у нас, в том году порадовал Данила Андронцев, призер Европы, чемпионат России. Наши мальчики старые призерами. Спасибо вам большое, что начал работать наша программа. Целью программы мы будем выплачивать ребятам стипендии, Ниньяму, Басаму и призерам нашим. Вам передал большой привет Михаил Григорьевич Мамишвили, Сергей Новковский. И вчера позвонил тренер Дамзин Михаил Александрович, что он привет передал. Перед турниром Гран-при Ивана Подобного я был на встрече Михаил Григорьевича. И он включил вас в комитет, наблюдательную комиссию при Федерации спортивной борьбы России. И передал привет. И по случаю того, что у нас юбилей 10 лет нашей организации общественной, мы в Мамишвили, что из Федерации комитета дали нам три спортивных ковра в апреле месяце. Кстати, вы упомянули программу, которую мы приняли. Одни из единственных, наверное, в Российской Федерации. Да, да. Государственная программа развития спорта, в частности, гайкальянской борьбы. Как она работает? Да вот, северное месяце начало работать. Мы заплатили нам поездку на турниргом, и северное месяце мы будем ребятам оплачивать стипендии. Ну, это понятно. Я имею в виду, она ведь не только рассчитана на победителей, но для популяризации спорта, популяризации в виде борьбы. Да, там вложили, в эту программу вложили, что мы обеспечили, вот программа борьба с третьим уроком. В школу мы через эту программу покупаем ковры, уже обеспечили три района. Это Артезиан, Гюрина Атольевич, Ковер, Большой Царым. И в Листе, в около 12 школе, там постели ковер через Министерство образования. Четыре школы уже заездили. Три ковры к нам придут в этом году через подарок. Маме швейт будет, антиподарок. Помимо этого, ряд депутатов дали согласие, что в своих школах день учились постелить русские коверы. Ну, собственно, из этого и сходили, когда мы принимали эту программу. И правительство рассматривало и оценивало ее эффективность. Из того, что борьба греко-римская особенно в нашей республике имеет хорошие давние традиции, и самое главное, результативные традиции. Очень рад, что эта программа работает. И самое главное, еще раз повторюсь, чем больше мальчишек будет следовать твоему примеру, для нас это лучше. Кто знает, впереди наши будущие олимпийские чемпионы. Чем больше будет таких ферст-структурно-оздоровительных комплексов в здании по всей республике, тем лучше. Александр Матокович.